привет друзья сегодня у нас понедельник 26 февраля если я не ошибаюсь и новый выпуск разговоров и неважно сегодня у меня заключительная тренировка в этом зале в этом зале на этой неделе на этой неделе потому что завтра у меня вечером самолет в агайо город колумбус я выдвигаюсь на фестиваль арнольда причем у меня предстоит достаточно сложный перелет ну сложный с какой стороны просто с пересадкой мне придется сначала долететь до лас-вегаса сидеть в аэропорту что-то по моему четыре часа и потом только из лас-вегаса я полечу в колумбус и все это и все это дело естественно будет происходить ночью то есть я вечером завтра вылетаю а получается по местному времени огайю я прилетаю с утра в 6 утра то есть короче меня весело будет и и и и Субтитры сделал DimaTorzok И сегодня, ребята, никакого приседа Сегодня мы делаем Никакого приседа Но сегодня мы делаем ноги Делаем ноги, делаем жим ногами Почти присед Шучу, нет, вообще не присед Именно поэтому я его и делаю Блядь, ну что так Блядь, вот нахуй Выставили, блядь, упоры Я не знаю, ну либо у человека просто были короткие Ноги, либо, блядь, он Любит работать на пол шишечки Ну что это такое, блядь Оп Эп Шикарненько Оп Да, это, конечно, намного легче всего присед Я надеюсь, все понимают, что бравировать своим весом Неисполняемым в жиме ног Это не самая лучшая идея Поэтому, в принципе, сколько вы делаете там в жиме ногами Всем абсолютно насрать Вот если, конечно, это не больше тонны, да В остальном Не надо ставить в пример Ваш рабочий вес Или, я не знаю, максимальный вес Если вы, конечно, ходите на разы В жиме ногами Вот, не надо ставить в пример Эти самые веса Потому что, что, жим ног этот станок Подсобный станок Причем, в каждом зале он разный В каждом зале разный Станок для жим ног С разными рычагами С разными углами С разной нагрузкой И так далее И в каждом Конкретном случае Определенный вес будет Разный То есть, вот здесь я повесил 4 блина И это уже мандеско тяжело В другом зале я С этими 4 блинами Даже не почувствую этот вес Ну, так что такие дела Да, это тяжело Но я повешу еще Мои последние тренировки Были такие Лайтовые Просто голову разгрузить Ну, чисто вот я это делаю Исключительно ради того Чтобы поддержать штаны Сейчас я съезжу в Колумбус Там я буду примерно неделю И вот уже когда вернусь Я начну цикл Развития силовой выносливости А после на гипертрофию Ну, короче, по классике Начнем работать Вот, это будет скорее всего Я пока не решил Но для начала Наверное, это будет 3 тренировки в неделю А по итогу нужно будет выйти Уже когда мы перейдем В гипертрофии На 5 тренировок Ну, это будут короткие тренировки Короткие тренировки Но при этом Их будет много То есть это будет 5 тренировок И при таком раскладе Можно будет очень хорошо Меняться в качестве И прибавлять в вес Ну, я так уже делал На мне это хорошо работает Можно назвать это такой Рекомпозицией Вот это уже было нормально Так, ну что 4 блина 4 блина Ой, не 4 4 с каждой 8 Короче, нормально Погнали Ой, не 4 вы можете меня закономерно спросить почему же я считаю что вот с точки зрения композиции более частый тренинг более приемлем во первых я опираюсь на свой опыт на свой опыт именно работы с самим собой и на опыт работы с людьми и в этом контексте я заметил такую тенденцию что чем чаще мы ставим тренировочную нагрузку в в рамках нашей недели тем быстрее начинаются процессы связанные с приростом мышечной массы и уменьшением жировой при этом нашу диету можно будет поддерживать с точки зрения большого количества углеводов потому что мы имеем большое количество нагрузки с этим мы тратим много энергии и по этой причине нам не надо очень сильно урезаться по тем же самым углям и даже сказал наоборот углей должно быть много чтобы растопить можно сказать печь нашего метаболизма и чтобы все наши процессы нашем организме начали происходить быстрее в том числе и прирост опять же мышечной массы и уменьшение жировой до с точки зрения натурального тренинга там скорее будет совершенно другая история потому что там нужно будет соблюдать четкой четкую грань между восстановлением и тренировочной нагрузкой и там конечно уже можно попасть на виллы я бы не сказал что это перетренировать то что перетренированность как таковую и очень сложно поймать и то что у нас обычно называется перетренированностью решается просто там пару недель отдыха но в таком контексте короче можно просто упереться и скорее начать регрессировать хотя опять же другой стороны все зависит от вашего режима если вы будете опять же набирать необходимое количество по тем же самым углям то в целом и частый тренинг даже при натуральном тренинге также может сыграть с вами положительную роль там конечно будет вопрос с точки зрения прироста мяса и уменьшение количества жира скорее всего прям по процентам соотношений скажем так уменьшение количества жира возможно вы прям таки не увидите но за счет того что мясо будет становиться больше тот процент жира который у вас был до этого он может остаться таким же но внешне это будет выглядеть совершенно по-другому и опять же это можно будет назвать той самой рекомпозиции и что самое главное что в таком тренинге важно спустим на баланс между объемом интенсивностью то есть если у вас будет такая часто физическая нагрузка то объем этих тренировок он будет значительно меньше нежели если вы будете тренироваться меньшее количество раз ну как бы это логично тут еще стоит отметить что если вы используете такой концепт тренировок то с точки зрения натурального тренинга будет лучше сделать распределение вот этих пяти дней по full body просто расставляя акценты по разным мышечным группам а уже с точки зрения если вы заряжены в таком случае уже можно будет раскидать по сплиту по сплиту опять же ставя ставя акценты с точки зрения ваших выпадающих мест и ваших сильных сторон так что принципе я могу с уверенностью сказать что если ваша цель стоит именно улучшение вашей композиции то есть улучшение на вашего внешнего вида если вы хотите стать больше если вы хотите внешне выглядеть лучше с точки зрения процентного соотношения между мясом и жиром то частый тренинг то есть большее количество дней тренировочных среди недели это в принципе хорошая идея но главное вы должны не забывать что мы с вами разговариваем с точки зрения идеальных условий то есть когда вы нормально спите когда вы потребляете нормальное количество углеводов то есть вы соблюдаете бжу у вас нету сильного стресса ну и так далее в таком случае да такой концепт тренировок может вам помочь если же конечно у вас совершенно другие условия то нам надо и подбирать другую тренировочную программу каждый должен ловить именно какой-то свой индивидуальный концепт с точки зрения тренировочного процесса ну то есть вот смотрите когда я проходил такой цикл я сейчас вот могу показать вам фотографию какая у меня была фотография с точки зрения формы на вот этом самом тренинге у меня на тот момент диета состояла из тысячи грамм углеводов тренировочный день то есть у меня было пять тренировочных дней и в тренировочный день у меня был 1000 грамм углеводов при этом белка было что-то в районе 200-220 но и жира был жира было минимально потому что я заряженный да и поэтому жиры можно резать достаточно сильно жиров было что-то в районе 90 при этом в дни отдыха то есть их было два в эти дни отдыха у меня был почти 280 или 300 грамм белка и всего 200 грамм углей то есть да основное основное количество углей у меня было именно в тренировочные дни и вот соблюдая такой концепт питания соблюдая такой концепт тренировок я буквально за три месяца очень сильно добавил в мясе очень сильно убавил в жире и не стал выглядеть совершенно по-другому при этом я стал также еще и сильнее с точки зрения силовой выносливости потому что тренинг это был достаточно объемный потому что было большое количество повторений было большое количество подходов ну и короче все по итогу это вылилось то что я хорошо пробустил свою форму и честно говоря я знаю не такое большое количество людей которые могут себе позволить в своем режиме дня то есть в своем обычном обиходе вывозить именно такой вариант тренинга поэтому но это конечно круто на круто с точки зрения именно идеальных условий так что что же касается подбора объема и подбора интенсивности под вот такой вариант тренинга здесь в принципе можно сработать обычной линейной периодизации в цикле то есть ну например у вас четыре недели и вот первая неделя к последней неделе вы добавляете свою интенсивность каждую неделю то есть вы начинаете ну давайте предположим на примере жима лежа на первой неделе вы жмете 100 килограмм на 20 повторений на второй неделе 110 килограмм на 16 на 3 120 килограмм на 12 и на 4 130 килограмм на 10 это и есть пример обычной линейной периодизации в рамках четырехнедельного цикла после того как ваш четырехнедельный цикл закончен вы начинаете его сначала но уже начиная с большего веса чем в прошлом цикле то есть если вы начинали прошлый цикл со 100 килограмм на 20 повторений то следующий цикл следующего месяца вы начинаете со 105 килограмм на те же самые 20 повторений ну и по такой же системе идете дальше такая линейная периодизация это хорошо вот именно с точки зрения вот такого тренинга такого тренинга массонаборного если можно так выразиться рекомпозиционного в принципе неплохо работает но бесконечно так работать не получится потому что в любом случае вы упретесь когда-то в потолок когда просто уже следующую неделю следующий цикл вы не сможете начать с большего веса и вам придется откатываться назад в такие моменты нужно либо переходить на другой вариант тренинга уже с другими целями то есть например переходя на какой-то силовой цикл да уже с меньшим количеством тренировок в неделю с большей интенсивностью и уже использую например волнообразную периодизацию короче основываясь на том какие комментарии мне приходят часто я могу сделать вывод что вот люди которые недавно пришли в зал недавно что-то в районе года и они столкнулись с тем что у них перестали расти рабочие веса ну это тоже знаете что такое перестали рабочие веса расти это просто говорят те люди которые часто в течение года каждую тренировку пытается пожать новый максимум и тут вдруг они встают перед таким вопросом что вдруг почему-то у них перестали расти рабочие веса при том что они просто выходят на максимум каждый раз и как бы ну логично что в один момент это максимум при такой линейной периодизации у тебя перестает расти я пришел к выводу что у новичков которые занимаются первый год может быть даже чуть больше не выработана система терпения то есть эта система терпения она нарабатывается со стажем тренировочным когда ты уже примерно понимаешь как все это работает и как это работает с точки зрения тебя самого и ты уже примерно понимаешь в принципе почему у тебя вот на данном этапе что-то не растет что для этого надо сделать и так далее и таким образом у тебя вырабатывается терпение ты понимаешь что что завтра ты не пожмешь свой предельный максимум, который ты сделал буквально там на прошлой тренировке. Но на начальном уровне этого понимания нет. И поэтому возникают такие вопросы. Причем, да, как это происходит в большинстве случаев. Человек пришел в зал, и у него на первом этапе начали расти веса. То есть он постоянно прибавляет, и там, предположим, за несколько месяцев он дошел с нуля до, я не знаю, 60-70, может быть, даже 100 килограмм. А потом вдруг он приходит к выводу, что он уже какую-то тренировку жмет эти самые 90-100 килограмм, а больше не может. А потом вообще приходит к выводу, что он и это уже не может пожать. Ну, потому что он уже пришел к, скажем так, такому максимальному утоплению, максимальным предельным рабочим весом, что по итогу он просто не дается ему телу восстанавливаться. Естественно, что тут прогресс замедляется, либо останавливается полностью. Так что какой-то, в принципе, можно дать совет именно с точки зрения начального этого этапа. Совет такой. Надо на начальном этапе наработать себе фундамент, нарабатывать базу. Не надо выходить на предельный максимум постоянно на разовые повторения. То есть я, например, вообще бы первый год-полтора не работал бы в пределах ниже, чем 5 повторений. Вообще, в принципе, я бы работал в районе 16, 12, 10, 8. Причем именно 8 повторений – это уже с точки зрения наработки навыка технического. А больше – это уже непосредственно была бы такая гипертрофия наработки именно нейромышечной связи с точки зрения тех движений, которые ты выполняешь. Особенно, если ты начинаешь с тех же самых базовых движений. Но если ты приходишь в зал, и вот первый год начинаешь тупо долбить раз, два, три на каждой тренировке. Новый максимум, новый максимум, новый максимум. Потом ты просто приходишь, что ты упираешься в стену, либо получаешь какую-то травму, у тебя начинает что-то болеть, либо останавливается прогресса. Ты вот задаешь такие вопросы в комментариях. А дайте мне какую-нибудь рабочую программу, чтобы у меня росли рабочие веса. А все просто почему? Просто потому, что не надо кормить свое эго. Надо поработать, набраться терпения и идти, так сказать, к своей цели шаг за шагом. Причем не забывая, что, чтобы делать этот шаг вперед, иногда нужно сделать шаг назад. Это у нас и называется периодизация, чередование тренировочной нагрузки. На примере, например, линейной периодизации я это сказал буквально до этого. Вот, в принципе, и все. Этим решаются очень многие вот эти вот затыки с точки зрения плата, как его называют. Но на самом деле это не плата, это полная хуйня, просто ты либо немного подустал, либо просто ты делал хуйню целый год. Но самое, что интересное, что бы ты ни делал первый год своих занятий, у тебя в любом случае будут расти рабочие веса, и в принципе ты сам будешь расти. Но чем грамотнее ты подойдешь к своим тренировкам с самого начала тренировок, и чем больше терпения ты наберешься, тем больше профита и чем больше прогресса ты получишь за этот срок. Потому что, да, ты можешь делать все, что угодно, и у тебя будет все равно все расти, ну, на начальном этапе. Но, если ты будешь делать все правильно, у тебя будет расти все и прибавляться все x2. То есть у тебя прогресса будет намного больше, если ты будешь делать все правильно. Ну, то есть, логично. Короче, как вы видите, такая физкультурная тренировка, я таким образом расслабляюсь, тем более сейчас я еще целую недельку буду отдыхать в Колумбусе, но возможно я там сделаю тренировку, может быть даже две, может быть даже это сниму. В любом случае я буду снимать видео с самого фестиваля, с Арнольда, но может быть получится, да, дойти там за зал и что-нибудь даже снять в зале в каком-нибудь там. Не знаю, как получится, короче. Как минимум чувствовать я себя стал уже лучше. Вот, всего-то прошло там буквально две недели, когда я вот занимаюсь такой ерундой, чувствую себя лучше, уже так пободрее достаточно, сплю нормально, все хорошо. Чуть-чуть схуднул на килограммчик, ну, это как бы фигня. В любом случае, типа, кайфово, кайфово, короче, нормально идет. Сейчас съездим на Арнольд, на Арнольд повеселимся, приедем и начнем уже то, что я говорил. Будем с вами начинать меня менять с точки зрения внешнего вида. Ну, и с точки зрения, опять же, каких-то других функциональных качеств, которые можно будет развить. В первую очередь, это силовая выносливость и выносливость, в принципе, как таковая. И, кстати говоря, я завел телеграм-канал. Долго меня просили это сделать и, точнее, даже не завел, я реанимировал старый и начал его активно вести. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал «Сильный борщ». Заходите, подписывайтесь, там много чего интересного, много такого лайфстайла. Так что, я надеюсь, будет интересно. Ну, и, в принципе, вот такое видео получилось. Такие разговоры о неважном. Небольшой ролик, чтобы вы не скучали. Пока что я в таком нахожусь режиме отдыха. Так что, если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь, если еще не подписаны. И до новых встреч. Увидимся. Продолжение следует.